Привет, меня зовут Стас Быков, я могу назвать себя фрилансером, так как я в интернете работаю уже более 15 лет и выполняю заказы своих клиентов. Работаю из дома, принимаю все оплаты на расчетный счет, у меня оформлено ИП, поэтому все что есть, все знания, которые я получил за это время, конечно же в этом видео вам буду рассказывать. Самое главное, обсудим 7 конкретных шагов, которые помогают вам быстрее достигать результата, выполнять заказы клиентов и получать деньги. Но сначала небольшая новость. Если у вас есть ютуб канал или вы являетесь владельцем своего сайта, сообщества в социальных сетях или в телеграм, то я нашел для вас хороший способ заработка на ваших площадках. Рекламная платформа Лобстерс является партнером Тинькофф Банка и помогает монетизировать страницы в социальных сетях, сайты и блоги, мобильные приложения и прочий качественный трафик. Как работает вся эта система? Например, размещая промо-акции Тинькофф Банка совместно с Лобстерс, ваша аудитория получит карты с денежным бонусом или бесплатным обслуживанием, а вы оплату за каждого клиента. Карты с такими бонусами гораздо охотнее оформляются, отсюда и большое количество заявок. Сейчас на платформе есть порядка 30 акций по продуктам Банка Тинькофф и почти все они идут с денежным бонусом клиенту. С Лобстерс можно зарабатывать от 100 тысяч до 1 миллиона рублей, при этом делая по 5-6 рекламных интеграций в месяц. Но нужно пробовать, здесь все индивидуально и зависит от качества вашего трафика и презентации. Для наиболее эффективного результата ваша площадка может быть на тему скидок, финансов и лайфхаков. При подключении сервис предлагает бонус 2500 рублей за быстрый старт тем, кто в течение первой недели сотрудничества получит первую подтвержденную заявку по любой из акций Банка. Чтобы начать сотрудничество, перейдите на сайт Лобстерс по ссылке в описании и оставьте заявку через кнопку подключиться. Ну и конечно же вернемся с вами на фриланс, здесь хочется сказать, что в основе своей мы получаем с вами деньги за выполнение конкретных задач. Вернее так, мы получаем вознаграждение за конкретный результат. И чтобы к нему быстрее приходить, я как раз вот сегодня 7 шагов вам проговорю, обязательно их послушайте. Они последовательные, я буду говорить относительно своего направления, создания сайтов. Но на самом деле их бывает очень много. И данную систему можно применить и к фотографии, и к переводам, и к разработке игр. Самое главное, что вы оказываете услугу и у вас есть понимание всех этих шагов. Здесь вы посмотрите, вы можете быть дизайнером, вы можете быть копирайтером, переводчиком, заниматься полиграфией, обучением, менеджментом, рекламой. Но более того, каждый из этих направлений есть еще более конкретизированное. То есть создание сайтов делится на веб-программирование, на копирайтинг, на дизайн сайтов, на верстку. И если вы выбираете узкое направление, я заметил, что там гораздо больше профита. То есть вы получаете больше результатов, вы становитесь топом в этом направлении, у вас больше привилегий и зарплата ваша опять же взлетает. Поэтому здесь, конечно же, в комментариях тоже можете отписаться, какая ваша специализация. Также будет интересно посмотреть, почитать. Но суть в том, что все эти направления, они важны, они необходимы. И чтобы в них двигаться и достигать результата в конкретных задачах, первый шаг, который необходимо сделать, это анкетирование. Я вот уже много лет работаю с клиентами именно по созданию сайтов. Я понимаю, что если у вас вот этой основы не будет, то есть вы не опросили клиента, не записали или опросили, но устно. А через две недели, когда вы вернулись к этому вопросу, вы уже все забыли. И потом новые встречи или потом непонимание в процессе работы или не тот результат. Поэтому обязательно анкетирование, которое приводит вот к этой прибыли. Вот здесь у меня все переводы получаю через данную систему. Тут есть цены на разные мои услуги, создание сайта, консультация, еще что-то. Но вот получилось заработать за, получается, 4 года практически 2 миллиона рублей. Мы с вами, если поделим, давайте 1 900 000, делим на 4 года, делим на 12 месяцев, 40 000 рублей зарплата получается. Но я сижу дома, я сижу в комфорте, обедаю также здесь у себя на кухне, не трачу деньги на дорогу, не трачу деньги на обеды. И экономия получается больше, и 40 000, они, конечно же, сохраняются. То есть вы можете тратить уже их на развлечения. Ну кому как, куда, тоже напишите, куда вы тратите полученные деньги. И 40 000 кому-то много, кому-то мало, можно, конечно, их увеличивать, и все зависит от потраченных усилий. Тоже это нужно понимать. Кто-то тратит время на разработку сайтов, там целый день, кто-то месяц, а кто-то за час может сделать. Ну для примера я вам сказал, да. Поэтому анкетирование, оно очень важно. Вот моя анкета в моей компании, раньше Абрикос Веб, да, сейчас я как от персонального бренда работаю. Здесь основные вопросы. То есть вы приходите к клиенту уже с распечатанной бумажкой, или может быть у вас в планшете это будет название компании, директор, телефон, кто ответственный, с кем вы будете общаться, да. Вам нужно понять, что за компания. Мы сейчас говорим не только про создание сайтов, да. Это может быть любая деятельность, любое направление. Везде нужно проводить анкету вашего заказчика, чтобы вы понимали, с кем работать и что хочет ваш клиент. Здесь же целевая аудитория, да. Ну здесь конкретно анкетирование по сайту. Если на аналог можете найти в интернете спокойно, да, по вашему направлению. Конкуренты, ссылки на другие сайты, конкурентные преимущества, какие разделы должны быть на сайте. Вот примерно все мы накидали, это с вами анкетирование. Дальше здесь, конечно же, и заказчик тоже может расписаться. Потому что это важно. Через месяц, через два, когда уже все это забудут, а вы сделали результат, который не принимает заказчик, вы скажете, вот, все написано, мы с вами это согласовали, это основа, это фундамент, и мы от него отталкиваемся. Но на самом деле это для маленьких проектов. Если мы с вами работаем с большим проектом, то после анкетирования необходимо техническое задание. Сейчас я вам тоже его покажу. То есть в техническом задании это усложненное анкетирование, где уже технические данные. То есть какие будут скрипты использоваться, какой движок будет использоваться. То есть на основе собранной информации мы с вами уже составляем техническое задание. Как мы будем это реализовывать. И вот здесь вот, например, там текст, какие фотографии, какие материалы уже конкретно будут использоваться, какой дизайн, да, какие рекомендации к дизайну. Дальше. Нужна или нет мобильная версия. Составляется уже карта сайта. У вас в вашем деле это составляется, может быть, дизайн, может быть, составляется макет текста, что-то еще, верстка там, да. И здесь уже все это конкретизируется. Дальше мы расписываем, что будет в каком разделе. И мы уже в техническом задании с вами согласовываем время, затраты, сроки и сколько мы хотим за это получить. Ну вот здесь, например, то есть я, когда создаю сайт, я делю уже на подэтапы. Там сбор данных, покупка домена, регистрация хостинга, размещение движка WordPress и базы данных. И сколько дней, часов это занимает. Итого вот здесь вот для примера написано 72 часа 36 тысяч рублей. То есть это единоразово. Есть постоянные, ежемесячные, ежегодные платежи, которые заказчик также будет оплачивать. То есть все это оговаривается в этом техническом задании, чтобы у заказчика не было вообще никаких вопросов. И затем все это подписывается с вашими реквизитами. Если вы работаете без ИП, если у вас официально это не оформляется, ну просто распишитесь, сделайте расписку какую-то, чтобы какой-то документ все равно у вас был. Это особенно для больших проектов, где там большие компании. Да, если вы делаете своему другу, ну конечно же техническое задание можно делать, тебе можно обойтись анкетой. После того, как вы сделали, обязательно третий шаг. Берите предоплату 50, 70, 80%. Ну конечно, если вы начинающий, можете взять 30%. Но предоплата важна. Почему? Потому что если вы не возьмете деньги, то у заказчика не будет ответственности перед вами. Он может быть работает с вами. Вы там работаете уже неделю, две, три, создаете сайт или дизайн. А он взял и нашел другого исполнителя. Потому что он к вам не привязан. Вы не взяли предоплату. Поэтому не надо стесняться. Всегда говорите, оговаривайте в том же техническом задании, как оплачивать. Можно договор составлять. Но об этом мы тоже в следующих видео вообще про сопровождение, про модернизацию ваших работ, про договоренности, документы. Мы в следующем видео будем говорить, чтобы не пропускать, подписывайтесь на канал. Здесь же предоплата, она важна, она закрепляет ваши отношения. И теперь заказчик уверен, что он точно с вами работает. А вы получили так как деньги вперед. Вы тоже уверены, что да, вот заказчик. Вы в этот аванс включили свои затраты. И вам понятно, что если заказчик сольется, у вас уже есть компенсация вашего времени. Поэтому очень важно. Четвертый – это работа по этапам. Здесь я, к сожалению, картинку не нашел, но этапы в вашей деятельности. У меня, например, опять же, давайте, кстати, открою техническое задание. Там же все написано. То есть в моей деятельности этапы – это регистрация хостинга, покупка домена, сертификат безопасности, настройка движка, адаптация шаблона, оптимизация сайта. И я вот конкретные этапы, я по ним уже иду. И по каждому этапу я отчитываюсь перед заказчиком. Это важно. Потому что сколько раз я даже, я тоже сам заказчик, у меня есть и на подряде люди, да. И когда они отчитываются, я более спокойно к этому отношусь. То есть у меня есть понимание. И нет мысли, а делает он или не делает. А мы успеем в срок или нет. Это очень важная проблема на российском рынке. Там не знаю, как работают. У нас срывают сроки. Но вот большинство исполнителей, они просто переносят даты назначенные, которые у вас в договоре прописаны. Есть много на это причин. Мы об этом тоже с вами можем поговорить, если вам будет интересно. Пятый шаг – это завершение работ. То есть мы отчитываемся по каждому этапу. И далее мы отчитываемся уже по всей работе. Если здесь мы удаленно где-то можно. Если заказчик в вашем городе, я бы рекомендовал личную встречу. В идеале, если заказчик в вашем городе, первая личная встреча и финальная встреча, где вы будете получать деньги, это лучших вы встречаетесь уже вживую. Это, знаете, на перспективу будет хорошо работать, когда человек с вами уже познакомится, он вас увидит и он будет рекомендовать. Сарафанное радио. К вам будут новые и новые клиенты приходить. Я именно так работаю. То есть я встречаюсь с клиентами и они меня дальше по цепочке рекомендуют. Своим коллегам, друзьям, они у кого-то нового узнали, меня рекомендуют. Поехали дальше. После пятого этапа, у нас шестой, это доработки. Всегда есть доработки. То есть, когда есть уже готовая работа, у меня фрилансеры уже, те, кто давно работает, поймут, да. Когда есть уже готовая работа, то сразу же заказчик видит свой проект, ну вот, например, создание сайта. У него могут возникнуть какие-то новые идеи. Или здесь он не так маленько думал, да, и просит вас подправить что-то, подкорректировать. Конечно же, вы можете это за дополнительную плату сделать, встать на дыбы и сказать, что нет, и вот все, мы согласны техническому заданию. Но я обычно иду навстречу заказчику. Я говорю, окей, без проблем. Мне что это будет стоить? Ну там полдня потеряю, подкорректирую, зато заказчик будет доволен. Мне важно, чтобы клиент оставался удовлетворенным, чтобы он дальше рекомендовал, да. То есть я стараюсь сделать больше, больше, чем он требует. И поэтому доработки, они просто необходимы. И седьмой шаг, это, естественно, у нас оплата, то есть окончательная оплата. Встречаемся в офисе или, может быть, просто счет выставляете, он вам оплачивает, и деньги уже поступают в ваш личный кабинет, а потом на расчетный счет в вашем банке. Вот такая система. То есть все вот эти шаги, о которых мы с вами сегодня поговорили, они необходимы. И анкетирование, и техническое задание, и предоплата, работа по этапам завершения, доработки, и окончательная оплата, это важные шаги, которые ведут вас к результату. И вы получаете за это деньги. Чем эффективнее вы будете это делать, тем быстрее вы будете закрывать. Проекты и больше денег получать. Ну и, конечно же, про сопровождение сайта, про модернизацию вообще ваших услуг мы будем говорить уже в следующих видео. Все необходимые ссылки вы найдете в описании под этим видео. Если у вас остались вопросы, задавайте их в комментариях. А с вами сегодня был Стас Быков, и я фрилансер. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!